С вами Азбука Инвесторы, я Марьяна Минскер. Здравствуйте. Тема этой программы – личные финансовые цели. У каждого из нас есть мечта или цель. Желания, как правило, различаются, но есть и такие, которые присущи многим. К примеру, просторная квартира, дорогой автомобиль, уютная дача, хорошее образование, достойная старость. На достижение всех этих благ требуются деньги, причем немалые. Так что на проверку оказывается, что наши личные цели неразрывно связаны с финансовыми возможностями. Определяясь целями, в первую очередь необходимо ответить на один простой, но крайне важный вопрос – чего я хочу? Конечно, в первую очередь в голову придут самые банальные ответы, вроде «хочу достичь финансовой свободы» или «хочу быть богатым» и так далее. Однако это лишь общие фразы, практически не несущие смысловой нагрузки. Если речь идет о финансовой свободе, то сразу нужно определиться, какую сумму денег необходимо получать от своих инвестиций, чтобы она смогла заменить заработную плату и позволила не работать. Если же речь идет о желании стать богатым, то надо отдавать себе отчет в том, что именно и за какую цену надо приобрести в этой жизни, чтобы почувствовать себя богатым. Единожды определив цели, вы придете к осознанию, что они достижимы. Нужно лишь правильно распорядиться своими деньгами. В целом, вашим помощником и для определения финансовых целей, и для составления финансового плана может стать доверительный управляющий. Конечно, желания людей сильно различаются. Кто-то хочет выйти на пенсию в 40 лет и уехать спокойно жить в деревне. А кто-то хочет иметь к 50 годам состояние в 1 миллион долларов и достойную пенсию, пакет ценных бумаг, вложение в недвижимость, счет в надежном банке на текущие расходы и так далее. При грамотном подходе к составлению финансового плана за 10, 20 или 30 лет можно получить вполне приличный доход, который не потребует от вас дополнительных усилий. Аналогично возникающий вопрос, как это сделать, должен ответить профессиональный управляющий. Наш эксперт Николай Салабута, портфельный менеджер инвестиционной компании «Финам». Николай, а насколько важно ставить перед собой финансовые цели? Для того, чтобы добиться успеха в каком-либо деле, нужно понимать, к чему ты стремишься. Если изначально не поставить цель, то трудно прийти к какому-то неопределенному хорошему результату. Поэтому для достижения финансового благополучия нужно изначально это благополучие определить. Когда ты ставишь перед собой конкретные цели, ты определяешься, что именно тебе нужно. Если дача, то какая именно дача. Если образование, то в какой сфере, в каком уровне и каком учебном заведении. И, соответственно, ты приходишь к пониманию конкретных цифр. То есть, сколько каждая цель стоит. Получается конкретная цифра. И сразу же появляются сроки, когда какая сумма нужна. Из всего этого выстраивается план. И появляется понимание, что нужно делать, чтобы план реализовать. На самом деле, вообще планировать не то, чтобы нелегко, а прямо скажем, трудно. Особенно, если мы говорим о мире финансов. Однако, от нас не требуется составить бесконечно подробный план, раз и навсегда. Мы должны иметь общее представление о том, что нам нужно. И, кроме того, мы всегда вправе скорректировать свой план и свои цели. Николай, а без постановки цели можно добиться финансового благополучия? Теоретически, да. Но на практике вряд ли. Можно стать финансово независимым, получив состояние от бабочки из Бразилии. Но вероятность такого, что такое произойдет именно с вами, ничтожно мала. Не стоит полагаться на случайность. В мире финансов лучше не действовать эмоционально. В финансовой среде выгоднее иметь план и строить прочные, устойчивые здания. Пусть может быть и неказистые, но зато функциональные. А на какую перспективу лучше строить планы? На такую, на какую хватает воображения. Главное, чтобы при постановке цели и при последующем составлении плана по их достижению. Все было подчинено законам логики и здравому смыслу. Если вы можете адекватно распланировать свои значительные приобретения лет на 30-40 вперед, это отлично. Проще будет достигать результатов. Николай, а есть ли смысл определять для себя финансовые цели сейчас, когда в мире бушуют финансовые кризисы и будущее довольно туманно? Цели определять необходимо, в любом случае, даже в момент кризиса. Лично финансовые цели и пути их достижения – это не догма, которой нужно слепо следовать. Вы всегда можете их скорректировать, но иметь их обязательно нужно. Итак, при постановке личных финансовых целей, прежде всего, следует избегать абстрактных понятий богатства и финансовой свободы. Лучше конкретно по пунктам с указанием дат, стоимости и прочих деталей расписать, что именно и в какие сроки вы желаете достичь. С созданием подобного плана вы уже на шаг приблизитесь к желаемому результату. С вами была «Азбука инвестора», спонсоры показа «ЗАО» – инвестиционная компания «Финам», входящая в состав холдинга «Финам» и ООО «Компания БКС», входящая в финансовую группу «БКС». Удачных вам инвестиций и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин